Всё здесь делаем, ухаживаем. Вот там мы всё забетонировали. Вы сейчас там будете нам бетон ломать. Потом кто это будет всё делать там? Вы будете асфальтировать? Жители многоэтажки по улице Кенкичура зазлились не на шутку. Недавно рядом с их домом начали менять подземный высоковольтный кабель. Пенсионеры схватились за сердце, увидев, что работы ведутся рядом с речкой. Но последней каплей стало уничтожение любимых зелёных насаждений. Мы деревья по краям сажали. Сейчас вот всю корневищу они испортят. Начнут деревья гнить. И так уже они, им больше 20 лет, уже деревья начинают сохнуть. Они копают прямо в нескольких метрах от качкароты. Сами посудите. Вода и высокое напряжение. Что будет? А где нашим детям и внукам теперь играть? Разве это законно проводить прокладку электрических подземных сетей прямо у водоёма? Строители попытались разрядить обстановку, объяснив жителям, что ничего ужасного не происходит. Есть утверждённый план проводимых работ. Поэтому трудятся они здесь со спокойной душой. Мы планируем провести замену старого подземного высоковольтного кабеля, который был проложен более 30 лет назад. Он сильно изношен. И потому, согласно инвестиционной программе, мы и проводим работы в этой части. Все работы согласованы с вышестоящими инстанциями. И разрешительные документы у нас имеются на руках. Этот кабель помогает обеспечивать электричеством целый микрорайон, рассказывают представители коммунального предприятия. А работу строители останавливать не собираются, несмотря на претензии жильцов. После завершения всех работ мы в обязательном порядке восстановим поврежденную поверхность проезжей части, стоянок и парковок. Что касается прокладки высоковольтного кабеля у реки Кошкарата, то здесь, согласно проведённой экспертизе, есть заключение и разрешение на прокладку кабеля не только на берегу реки, но и в самой воде, так как изоляция нам это позволяет. Разгневанным жительцам пообещали восстановить всё сразу после завершения работ. Строители даже называют конкретные сроки – июнь этого года.